Дети должны расти в счастье и любви. Только в этом случае из них вырастут хорошие люди. Но есть дети, которым нужно больше тепла и участия. В Международный день детей сотрудники филиалов Матищинских МФЦ вместе с жителями округа подготовили подарки для воспитанников Матищинского социально-реабилитационного центра преображения. Это далеко не первая акция. Сотрудники МФЦ уже много лет помогают воспитанникам детских домов и интернатов. В преддверии 1 июня каждый матищинец мог приобрести канцелярские товары, книги, развивающие игрушки для детей и принести их в МФЦ. Все с такой добротой и душевностью откликнулись, что огромное количество канцелярских принадлежностей было собрано. Я очень надеюсь, что мы все надеемся на то, что это порадует детей. Были собраны наборы для творчества. Пластилин, краски, мелки. Сейчас лето. Дети могут много времени проводить на улице и заниматься творчеством. Подарки детям можно было оставить на стойке администратора в любом из отделений. Не остались в стороне и постоянные участники благотворительных мероприятий, руководители, арендаторы торгового центра Фодели. Бумага для рисования, игрушки, энциклопедии, карандаши и краски все бережно передавали сотрудникам многофункционального центра, чтобы в День защиты детей подарить их детям. Также хочу сказать слова благодарности всем, кто откликнулся неравнодушным нашим гражданам, которые помогают нам. И я считаю, что дети становятся счастливы благодаря нашей помощи. Матичинский социально-реабилитационный центр преображения был открыт в 1994 году, чтобы помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Атмосфера здесь по-настоящему домашняя. С порога слышен детский смех и музыка. Дети совсем не ждали гостей. Всем не терпится узнать, что в коробках. Каждая подаренная игрушка вызывает бурный восторг. Любители рисования потянулись к фломастерам и карандашам. Дети постарше книгам. А малыши рассматривали яркие раскраски, узнавая на их страницах любимых героев. Сейчас вот они вручали подарки детям. И, конечно же, у детей на лицах замечательные радостные улыбки, потому что столько подарков они подарили для творчества. И, конечно же, это очень важно детям развивать моторику, развивать творческие потенциалы и заниматься. Поэтому это очень важно. Баскетбольные мячи, различные краски, пластилин – все это, конечно же, нужно в процессе реабилитации детей. Сейчас в Преображении находятся 14 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Любознательны и активны. Они смело задают вопросы, общаются с гостями и с удовольствием демонстрируют свои поделки и рисунки. Руководство Центра Преображения старается сделать их жизнь такой же, какой она могла бы быть дома. Каждый ребенок достоин счастья, заботы, любви, добра. И пусть у них в памяти будет только счастливое детство. Она наполнена заботой близких, друзей, вырастут добрыми, хорошими людьми. Камила Клиновская, Денис Корнев, Первый Матищинский.